По словам главы региона, подрастающее поколение всё больше интересуется историей своей страны. Доказательство тому в том числе и акция «Бессмертный полк», которая прошла на Кубани в День Победы. Только в Краснодаре в ней приняли участие 75 тысяч человек. Патриотизм и слово «патриот» – качество, которое внесут в себе эти слова, снова востребованы обществом. Это очень важно. Это, наверное, самое главное, что сегодня мы можем отметить по истечении праздников. Анна Алексеевна, патриотическая работа с молодёжью должна продолжаться. Не только в канун 9 мая и неделя после него, весь год. Мы сегодня увидели, что была неподдельная гордость за своих предков, за народ победителей. Поэтому пусть сегодня в школах, как продолжение этого «Бессмертного полка» будут уроки мужества. Организуйте. Пока ветераны с нами, уроки мужества должны быть в учебном процессе. По крайней мере, в нашем Краснодарском крае. Также во время встречи с вице-губернаторами Вениамин Кондратьев потребовал усилить работу с обращениями граждан. До сих пор люди жалуются на то, что часть их писем остаётся без ответа. Но формальных отписок тоже быть не должно. Любую жалобу, поступившую в администрацию края, необходимо максимально проработать. Давайте не подведём людей. Это сегодня задача номер один. И не надо бояться шквала писем. Вал о писем, да, в четыре раза он увеличился, я согласен. Но надо радоваться, потому что доверие-то, значит, всё-таки ещё есть. А у нас подчас мы цифрами прикрываемся и говорим, что мы рассмотрели такое-то количество жалоб. Мы их не рассмотрели. Мы просто их пропустили для статистики. А если бы рассмотрели, то был бы результат. Знаете, вот такая активность, цифровая активность, без результата. Это суета. Вот суета. А мне суета не нужна. Мне нужна результативная работа. Если не пишут, будьте добры. Реагировать на каждое письмо. И второстепенных писем быть не может. В завершении планёрки губернатор поставил задачу во всём крае подготовить базу для проведения единого госэкзамена. Одна из самых главных – обеспечение безопасности мест, где пройдёт ЕГЭ. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.